Город древний, город славный, что на реке красуется, а купола его золотые в стиль реки любуются. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех вас на акции по зарублению реки Осётр в Малькаме и Стерляде. Осетровые Осетру, которая становится традиционной. Первую партию 16,5 тысяч единиц выпустили в августе этого года. Ее приручили к празднованию 877-летию Зарайска. Красивый, благоустроенный, гостеприимный и удивительный город Зарайск. Жемчужина Подмосковья, в котором сочетаются и старые уютные домики, и каменные церкви, и современные улицы, набережные парки и, конечно же, скверы. Все это создает неповторимый образ настоящей провинциальной России. Здесь уютно всем и жителям, и дорогим гостям. Сегодня мы с вами запускаем вторую, скажем так, партию. Первоначально было, что после просчёта должно было быть 24 500, но так как сегодня сказали, что сегодня вместо 8 000, которых мы ожидали, привезли 9 800? 9 837. Я не знаю, как можно было посчитать такое количество рыбы, но сказали, что 9 837. Начиналось это всё, когда виновник этого всего торжества, Орловский Александр Михайлович. И когда к нему приехал один человек, срос рыболовства Российской Федерации, стал вопрос о том, что нужно запустить осетровых осёток. И когда мне Михаил сказал, что мы запустим рыбу, это было в начале лета, я думаю, болтовня и, наверное, всё. И ничего этого не будет, потому что где Зарайск, где речка Осётр и как упадёт рыбок на них. Первую партию, помните, мы запускали на День города. Я думал, что это тоже всё уже, но оказывается, ещё не всё. Ещё сегодня 9 800 к нам приехало, и я хотел бы сказать огромное спасибо Росрыболовству. Михайлович, тебе особое спасибо, потому что люди должны знать своих героев. Тот герой, благодаря кому основном это всё было. Потом подключили мы Андрея Юрьевича Воробьёва, губернатора, для того, чтобы это всё не сорвалось. И сегодня у нас всё получилось. Теперь наша с вами задача, чтобы, как сегодня кто-то мне сказал, что у чулков рыбаки ловят или какой-то странный ёрш клюёт. Это не ёрш, это стерлядка. Мы должны все понимать, что это стерляд, которую ловить нельзя, её нужно выпускать. Всем большое спасибо, всем хорошего настроения и мирного неба от главы. Сегодня мы вновь запускаем мальков в стерляде. Пополняем рыбные запасы реки Осётр. Ну что, стартуем? Осетровые осетру! Пополняем рыбные запасы реки Осётр. Она относится к семейству Осетровых. Она распространена в бассейнах Каспийского, Чёрного и Балтийских морей. В реках с севера не в Сибири. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова Они рассчитали кормовую базу, рассчитали, какой есть объем воды, объем корма в этой реке, для того, чтобы здесь могла водиться серлик. И привезли, в первый раз привезли прямо у нас на день города, получился очень хороший порядок, такой подарок, 16,5 тысяч штук малька. Ну и сегодня нам привезли еще 9800. По Сетре появился Сетре.